Приветствую вас! Это третий фильм с моего исторического сериала. Я вам попытаюсь рассказать про историю Украины глазами обычных жителей Украины. Я вам рассказываю про историю обычного украинского села. Так получилось, я ее хорошо знаю. Предки мы с этого села вышли. Но я думаю, что ваши предки тоже где-то вышли с таких же сел. То есть история в общем-то типичная, но это история именно обычных жителей. Какие у них были проблемы, как мы их решали, что было хорошо, что плохо. Потому что эти все цари и императоры или меняются, а жизнь людей. Надеюсь, вам это интересно и очень надеюсь, что вы задумаетесь о своей жизни. Что у вас происходит и что с вами происходит в этой жизни. Итак, это третий фильм, который называется «Как украинские казаки жили в Украине под российским иглом». В предыдущих фильмах я вам рассказал и про восстание Багнахменинского, и про гетьманщину, и про Мазепу вспомнили, про все. Ну и про те времена, когда гетьманщину отменили, когда ликвидировали казацкие вольности. Хотя, если вы смотрели эти фильмы и поняли, что вольности – это были понятия очень специфические. А в третьем фильме начнем с войны 1812 года. Хотя, для начала такая справка. Ну, в то времена, как вы понимаете, уже в начале 19 века не было никакой гетьманщины, уже были соответствующие. Губернии там очень часто меняли. То было Малороссийское, потом Наместничество, Малороссийское, потом Полтавское, Чернигерское. Короче, закончились губернии. Там губерния, уезд, волосы. Все, все как в Российском империи. И в 1810 году, вот есть информация по исповедательным книгам села. Между прочим, действительно, исповедательные книги довольно интересный документ, который четко показывает, что происходило, кто жил в этом временем. В селе, про которое я вам рассказываю, проживали казаков и крестьян тут вместе всех. 1168 мужчин и 1176 женщин. Ну, не скажу, что это было большое село. Нормально. Не, были побольше села. По Мишныр – это самое обычное село. Которое находилось и находится на просторах Украины, в лесостепи, где и садок вышны, и беляхаты, и жмели над головой гудуть. Или хрущить, уже как хочется. Война 1812 года. Да, понятно, село Казацкое, казаков привлекали. Еще раз говорю, тогда уже, ну, как бы, осталось понятие со словами «казаки». Вот вред, мне писали сказаки, но они чаще всего служили уже или в пехотных, или в кавалерийских, ну, как обычный солдат. Некоторые действительно дунтера служивали, спорить не буду. Такие были. Но в основном рядовые, а что? Остались, остались отголоски войны 1812 года, но это уже такие пересказы-засказы. Знаете, что самое большее, ну, как бы, осталось в памяти жителей села, даже там через века? Чудеса, которые видели солдаты в Европе. Ну, сами понимаете, вот, крестьянин живет в селе. Ну, что такое село? Ну, да, поля видят. Коней, коров, гусей. Что там еще? Речки. Для него даже такой город, как там уездный, это большая редкость, туда же добраться. Представляете, сколько? А тут он в Европу увидел. А, вековины! Невероятные! Возможно, в Париже были. Вот этот исторический факт и не подтверждает. Но, возможно, были в Париже. Но, так или иначе, действительно, доголоски остались. Но, там уже сказочные отголоски. Невероятно, когда даже этого уже... Да нет, в Европе ничего такого нет. Но, сказки, сказки. Но, для нас, наверное, самое интересное, или с точки зрения, прежде всего, меня, интересно. Смотрите. Есть такое понятие «регистровая сказка». Для чего она нужна? Для налогов. Для налогов, ребята. А для чего? Регистровая сказка, записывали, кто тягнет налоги. И, соответственно, кто за их отвечает. Здесь «регистровая сказка» сохранилась. Ну, вы сами понимаете, большая часть была уже потеряна за 1830 год. И там очень четко расписано не только, кто в этот момент проживал в селе. А имущество казаков. Это интересно. Ну, вообще, для понимания то, что было в украинском селе. Как происходило. Да, село Казацкое. По этой причине в этом селе все гнался. Небольшое количество было крепостных. 42 человека. А остальные были казаки. Причем, действительно, их тут довольно много казаков. Но, понимаете-то, ситуация. Казаки-то разные. И вот эта регистровая сказка очень разная показывает. Были действительно очень богатые казаки. Ну, опять же, слово «богатые». Ну, если сравнивать этих казаков с паном Рачковским, а там недалеко было село. Крепостное село, которое принадлежало пану Рачковскому. Больше 500 душ крепостных было. 1210 земли этого пана. О! Ну, конечно, у казаков такого не было. Но были казаки, которые имели 20-60 десятин. А были такие, которые вообще ничего не было. Тут, смотрите, какая ситуация. В то время действительно, ну, было как бы два таких направления. Были такие дворы. Вообще, в регистровой сказке считали, опять же, по дворам. Что такое двор? Двор включает несколько семей. Или одну семью. Уже как получится. Там есть ответственник, который ответственен за уплату налогов. Это или отец, или старший брат, или один из братьев. В регистровой сказке только мужики. Девчат и считали. Но они не плательщики. Плательщиком были в данном случае мужики. Между прочим, обращаю внимание, что да, уже была подушена подать. Ну, Екатерина ввела. Единственное, что опять ситуация. Подушена подать, которую платили казаки, она была в два раза меньше, чем которую платили, ну, те же помещики или те же казенные крестьяне. Два раза меньше. То есть для их была льгота. Но платили. И вот в регистровой сказке читаешь там. Такой-то, такой-то, такой. Столько-то земли пахотной. Столько-то сенокоса. Столько-то там леса. Лесостепь. Лес очень ценился. Столько-то у него. Мельница у него есть. Есть у него ставки. Нет, действительно были очень богаты. Ну, опять же, с точки зрения села. Кто-нибудь, 60 гектаров земли. Сенокоса, больше 12. Леса. Почти 10 гектаров. Нифига. Это в лесостепе, представляете? Ставки свои. Мельница. Пасек. Ну, были поменьше. Были поменьше. Я нашел в этой регистровой сказке своих родственников. Про-про-про-про. Дед мой, да. Там, да, действительно. Ну, я бы не сказал бы, что очень богатые, но не бедные. То есть, то, что называется зажиточные. Да, действительно, были и земля. Волы были. Лошади. Надо-то должное. В этом селе больше ценились волы. Лошади меньше ценились. Лошадь, ну, хотя казалось, казаки и лошади. А это же. Это уже далеко не то. А вол, во-первых, на валах пахали. Плюс чумаки. Да, да, там действительно были чумаки. А в то время, это же 1830-е, сам понимаете. Действительно, чумачество, это был довольно выгодный бизнес. Вообще, по большому счету, ну, крестьянин, который работал на земле, ну, 100 рублей, это 200. О-о-о. Чумак, тысяча мог иметь. Нет, действительно, бизнес был. Ну, понимаете-ка, ситуация. Вот многие считают, что по рекам перевозили грузы. Нет, ребята, ошибаетесь. В то время по рекам перевозили или металл, или лес. А, к примеру, зерно, волы. А, к примеру, колониальные товары, которые везли на ярмарку ниже, волы. Ну, по рекам не везли. А железных дорог не было. Вот так. Поэтому, причиняем, да. Интересна тоже ситуация. Ну, вот все чумаки, это значит, там, Крым. Да, Крым ходили. Но чумаки ходили. Куда? Да. Киев ходили. Орел ходили. Брянск ходили. Даже до Казани доходили. То есть, чумаки не всегда шли, только на юг и шли. Они шли в район. Ну, просто товары из разных точек были. Даже Камец-Подольский ходили. Даже так. Ну, то есть, чумаки, двери заказываются в очень разные направления. Но в нашем понимаешь, что чумаки только на юг. Не, на юг тоже ходили. Спорить не было. Ну, опять же, кто-то ходил, кто-то нет. Потому что тут чумаки, как оно было? Да, у человека, к примеру, есть хозяйство. Потому что чумаке надо скот, волы нужно. И получалось так, что он каких-то детей оставляет на хозяйстве, что работали, плюс батарком нанимает. А сам идет чумачничать. Ну, или действительно просто на земле работал. Тоже делает такое. Тут в этой я региструю сказки интересно встречаются такие нюансы. Там есть такая фамилия Лизогуб. Украинская, дальше некуда. Еще есть Тотский. Почему интересные? Смотрите, в малороссийском гербнике эти фамилии, эти люди, это написано как дворяне. Причем не просто дворяне, а которые имеют герб. Да, действительно, во времена гетьманщины, вот и Лизогуб, и Тотский, были так званы значковые товарищи. Ну, это офицерское звание. И они действительно, как офицеры, получили дворянство. И взяли себе герб. Причем польских шляхты тянуть куда-то. А тут у них уже написано как казаки. Ну, смотри, какая ситуация. Это в нашем представлении, что дворяне, это что-то такое, но... Ну, я так понимаю, что они не то, что их потеряли, они посчитали, что этот дворянство ничего не дает. Ничего. Поэтому причине они уже, вот их как бы уже начатки, уже казаки. Так проще. Не, довольно богатые. Сразу, не, они тут не бедные. И тот, и другой тут не бедный. То есть имеют поместь, так дальше. Но уже казаки. Ну, что, понимаете, как дворянство, оно хорошо. Ну, конечно, если ты дворянин, у тебя там куча крепостных, так дальше. А если ты дворяне, у тебя ничего нет. Да смысл-то дворянство. Оно и даром не нужно. Ну, были, конечно, там регистровы сказки жутко бедные. Ужасно. Нет, там самое интересное, что в регистрове сказки прописано. Вот написано двор, и надо писать хорошим писали, к примеру, двор добротный, крепкий или худой. Дальше писали огород, тоже там. Причем огороды в некоторых действительно были большие, больше гектара. А дальше писали, там есть типа земля и так дальше. Понимаете, в то время сам больше ценилось лес. Ну, лесостепь, лес ценился. И здесь, а, чтобы правильно поняли, вот это мой лес, тебе дрова надо? Да нет проблем, только с моего разрешения. А если хочешь в моем лесу дров собрать, иди отрабатывай панчин. Не, не. А как ты хотел? Ну, это же бесплатно. Сенокос. А, родной мой, хочешь попасти в свой скот? Да нет проблем. Отработай. Ну, тут получилась такая, знаете, панчина внутри, когда вообще человек вроде бы и не крепостной, так как он бедный, он постоянно на богатых казаков работает. Хотите вопрос спросить, сколько же было богатых бедных? Так как сейчас. Но если взять вот северо-регистровые сказки, там именно вот богатых таких, которые действительно читаешь, солидные. Двенадцать. Ну, имеется тут дворок, дворок. Не людей, говорит, в регистровой сказке пишется двор. Остальные, ну, там есть середнячок, ну, понятно. И очень много пишется. Худой, худой. Там даже в некоторых написано, там есть внизу, там написано налоги, вот это самое, писали, что налог. Ну, то есть налог платить не может. Не может. А что он такой бедный? Кто-то взял. И таких больше. Таких больше. А что ж вы делаете? Вы что думаете, что разбогатеть так легко? Размечтались. Ах, друзья мои. А теперь, что касается самого бизнеса. Да, действительно, был момент, когда, ну, жители этого села, казачки, очень хорошо заработали на зерне. Пока не появилась Новороссия, пока Екатерина не присоединила к Российской империи Юг. Тавриды. И тогда эти казачки разорились. Ну, понимаете, зерно в той же Одесске, Николаевске, Херсонской области, у нас лучше, и порты ближе. И спрос на зерно упал. Упал. Ну, казалось бы, сахар на свеклу. Нет, в то время, когда сахарное производство, ну, Кереченкова слышали, Тарнавского меньше вы слышали, Качановку слышали, Качановку, когда-нибудь так. Это там по месте Тарнавских. А вообще Тарнавские, это были довольно большие сахарозаводчики. Хотя в конце и разорились, но там другая причина. И да, вот казалось бы, сахарные свеклы выращивали, чернозем. В чем, конечно, землякая. Ой, земля хорошая, чернозем. Удобрения не надо. Раз и растет, сразу. Но, тоже оказалось не так просто. Возить далеко. Не, не, я понимаю, ну, вырастили. Понимаете, одно, сколько возить. Считалось так, что, ну, если до сахарозавода где-то так верст еще пять, нормально. Десять уже плохо. Двадцать, не, 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 не пойдете. Не пойдете. Так что, ну, тут даже такая ситуация. Вот, Скоропадска, которую я вспоминал в первом фильме. В соседнем селе он сделал, попытался сделать сахарный заводик. Разорился. Ну, порядок обстоятельств. Ну, не получилось. И вот в этом селе народ подсел на такую вещь, как тютен. Табак выращивали. В чем тут нюанс? Земля чернозем, растет хорошо. И, что самое главное, ну, вы сами понимаете, что табак вырастили, нагрузили. И воз табака, ну, его что, проще и везти можно подальше. Опять же, ярмарки. А в то время, как вы сами понимаете, ну, народ курить любил. И прежде всего, что махорку. И в этом селе действительно это было, как бы, ну, одно из сел. Столица тютеновой промышленности. Большие поля засевали. Тут еще что срабатывало. Все-таки людей было довольно много. Причем, опять же, вот этих, которые хотели поработать под раками, которые за хлеб и кровь работали. А, как раз, производство табака требовало большое количество рабочих сил. Прибыльный ли это был бизнес? Есть даже опись. Ну, скажем так, ты знает. Ну, по этим документам считается, что один гектар земли приносил доход, доход, это уже имеется в виду, от 30 до 60 рублей. Черт тебя знает, много это или мало. Ну, сложно всегда. Хотя, я думаю, по тем ценам, если, опять же, сцены, вот, фунт мяса, говядины в уездном городе, тогда стоил 3 копейки. Ну, то вроде бы, как бы, знаешь, 60 рублей тогда. Хотя, ну, опять же, все относительно. Тот же поручик получал тогда 30 рублей. Ну, вот уж поручик. Правда, полковник, ну, сами понимаете. 300. Ну, вот уж полковник. Ну, хотя, да, крестьяне были довольно небогаты. И все это было до 1860 года. Понимаете, какая ситуация? Ну, когда отменили крепостное право, ну, для этого всего это не принципиально. Там было немного, честно говоря, крепостных, которые как раз пану Скоропасту принадлежали. В основном были казаки. Причем, действительно, там уже часть казаков была, как бы, скажем, на службе, в запасе. Так что больше они, конечно, как бы, трудились на земле. Отмены, крепостничество, я думаю, для их особо значения не имело. И больше земли, которые возле села, они в основном были казахские. Там непосредственно то, что принадлежало помещикам, практически не было. Вот воевали когда-то, ребята. А в 1860 году, точнее, в 68-м, начали строить железную дорогу. И вот здесь произошло такое событие, которое вы себе даже представить не можете. Когда-то такой был слом мировоззрения жителей. Не-не-не, то, что поезд, экзотика, не то. Батраки. Не захотели работать. Пошли строить железную дорогу. Ну, понимаете, одно дело, когда ты работаешь у богатого казака, ну, что называется, за еду. Другое дело, когда ты на железной дороге работаешь. Да, работа тебе, но там платят. Мало того, когда железную дорогу запустили, многие перебрались на железную дорогу, стали железнодорожниками. Там действительно, ну, целые такие фамилии сельские стали железнодорожниками. И все равно связь эта сохранялась потом даже в последующие века. Что вот семья там живет, как бы, частично одни родственники в селе, другие на железной дороге. И так чередуются. Туда, туда, вот пошли туда, да. А там еще со временем построили довольно большую станцию и узел такой железнодорожный. Ну, относительно недалеко от села. Ну, относительно, там не рядом, конечно. И людей очень много, конечно, пошло на железную дорогу. Потому что это начался исход из села в город. Ну, и там, конечно, промышленность накрылась. Почему? Ребята, понимаете, это когда не было железных дорог, тогда действительно, ну, загрузили на телегу, повезли. А когда повезли железные дороги, заходит корабль в Одессу, груженный американским тетяном. И погнали по всей Российской империи. Ну, самый сильный удар был, когда уже за Уралом начали выращивать махорку. Потому что, по большому счету, цена смахорка была в чем? Что вела выращивалась в одном регионе и как бы было относительно. А когда он стал дефицитом, цена так обвалилась, что, боже мой. Хотя, другая ситуация, цена на зерна выросла. А города, что начали увеличиваться, цена на зерна выросла. И казачки, все, говорит, хватит чуть-чуть чуть-чуть, зерна выращивали. И еще что взяли выращивать. Ну, понятно, если до этого, у них большие волы были как, ну, тяглевая. Теперь для мяса. Но опять же, вырастили волы, подогнали. Или в губернский город, или даже в той же Киев. Ха! Копейка-то хорошая. Ну, понимаете-ка, ситуация. Кормить-то рабочих в Киеве надо, да и на железнодорогу надо. А чем кормить? Мясом. Ну, да. Вот, пожалуйста. Так что, еще раз экономика развернулась в другую сторону. Ну, скажем так, действительно, жизнь в селе очень сильно поменялась, когда появилась железнодорога. Колоссально поменялась. До вероятности. Поменялась даже, ну, как бы, мировоззрение, восприятие. Люди действительно начали больше. Ну, понимаете, что происходило? В те времена, ну, человек живет всю жизнь. Причем ее дед, прадед в этом селе. Ну, от силы, да, они там ездили на ярмарк, или в соседней, или в волосной. Волость. Ну, в лучшем случае, мне же они могли проехать. Про это рассказывали там странно. Пешком до Лавры могли дойти киевской, или там до Черниговской. Это раз в жизнь. И то там не всегда. А тут есть справка по поводу этого села за 1880 год. В селе было 654 двора. Ну, опять же, проживало 4274 жителя. Была приходская школа, земская школа, 4 класса, 4 класса, 3 лавки, 2 ветряные мельницы, базар по четвергам, был кирпичный завод и маслобойный завод. Вот так вот. Да, да, да. Ну, там еще интересная ситуация. Где-то уже в 1890 году там появился театральный кружок. Да, да, самый настоящий. Причем тоже это интересно. Начали с простых вещей. Ну, знаете, как там типа на Новый год или там на Рождество поспевать и так далее. А потом был инициатор, который сделал на своем городе Халамидов, ну, что-то на подобии летнего, там даже не театра. И начали ставить пьесы. Да, тоже Хатлеревского ставили. Сложно представить, как их ставили. Но, представляете, сколько прошло время, а в селе остались воспоминания про сельские жители. Артисты были. Остались. Вот такая ситуация. Выступали. Ну, как вы понимаете, в этом театре сельском была традиция какая. Кто хочет, приходит, ну, приносит что-нибудь для артистов. Ну, не билет было, а как бы платили, что Бог подал. Самое интересное, что этот театр действительно так долго существовал. Он пережил, ну, и революции, и все эти гражданские войны. Он закрылся только в 20-х, и то его советская власть закрыла. Посчитали очень националистически. Да, революционные пьесы они не ставили, а вот эти вот все неправильные украинские. А так, да, в селе театр. А почему бы нет? А почему бы нет? Нет, церковь в селе была, вы не переживаете. Церковь, ой, там церковь с времен... Ну, она считалась, что с времен Богдана Хмельницкого. Правда, несколько раз ее сжигали, строили, перестраивали. Нет, церковь была. По-моему, покрова Богородицы. Ну, какая разница, как ее называют. Понятно, священники, понятно, молились, казаки, что ж вы хотите. Насколько они веровали в Бога, это тоже вопрос. Но священники и так далее. В этом селе осталась традиция, причем она осталась, прижила, ну, до 70-х годов точно была. Значит, смотрите, когда начинали косить, ну, пшеницу, так далее, шпаледры. Еще, говорю, в советские времена, все равно кусочек обкашивали, оставляли некий такой, ну, растущий снопик, завязывали его, а потом, когда все скашивали, приходили, оставляли, ну, что-то наподобие узелка, кусочек хлеба обязательно, кусочек сахарка. Ну, как бы считалось, дедуху. Да, да. Но это уже такое язычество. Причем, ну, я так понимаю, что в те времена это еще и освящивали, а тут такое. Это, говорю, в 70-е, в то времена тоже такое было. Еще расскажу очень интересный факт. Ну, почему факт? Это действительно уже пересказывали народы, ну, жители этого села. В казацкой семье родился хлоп, закончил вот эту школу, там в Волости было реальное училище. И вот он закончил сначала вот эту земскую школу, потом поучился в Волости, реальное училище, а после этого поехал учиться в Варшаву, в университет, села. Да. Ну, представляете, как в села? О-о-о-о, хлопать с Варшаву поехал, ну, представляете. А в 1905 году вернулся, точнее, в 1906 вернулся, не доучился. И когда он приехал, ну, почему он приехал, он приехал, он приехал на революционные события, там. Разуверился он у всех этих, и он первый начал говорить, будет революция, будет революция. Он превестник революции оказался. Ну, понятное дело, что он когда пошастал, там, послушал, посмотрел, а что в селе? Примечательная история, есть, ну, небольшая заметка уже в советском издании по поводу революционного движения 1905 года. Так вот, в соседнем селе, ну, как бы даже было восстание, там, крестьяне захотели, ну, поделить землю помещику. А вот в этом селе нет. Казаки говорят, нет. Мы за царя-батюшку, нам этот бунты не нужен. Ну, да, вот тут разный подход, конечно. Кого делить? Это ж наша земля. Так что, вот такой исторический факт. И вот такая историческая жизнь обычных жителей, обычных людей, обычного украинского села. Это был третий фильм. Будущий четвертый и пятый. Так что, смотрите. Благодарю за внимание. Ну, и комментарии тоже пишите, пишите. Спасибо.